всем привет это level performance и мы с вами сегодня будем в очередной раз расширять горизонты того какими бывают автомобили год назад мне казалось что урус менсери это просто верх вообще того что может привлекать внимание ну встречайте пожалуйста такой же только фиолетовый мимо этой машины вообще никто не может пройти не повернув голову и мнение насчет того как он выглядит еще более полярной audi r6 на сегодня получает достаточно необычная для осени доработка потому что обычно ураган и лавина таких карбоновых деталей приезжает на весну это карбоновая система нулевого сопротивления на самом деле она пониженного сопротивления компании и вентори r6 очень круто и плотно упаковано под капотом буквально нет ни одного лишнего свободного кубического сантиметра поэтому штатный впуск здесь очень такой смотрите ограничены по объему из-за того что в машине мало места производитель был вынужден сделать фильтр достаточно небольшим и собственно это ведет к тому что при попытке поднять наддув у тебя появляется то самое разряжение на вкусе о котором мы с вами говорили падает эффективность трубокомпрессор воздух начинает сильнее греться и меньше машина производит мощность потому что эффективность системы и весь ее кпд падает деталь как и внутри похоже на вид на стандартную и явно отличается только одним составом и механизмом фильтрующего элемента может неправильно выразился но это фильтр пониженного сопротивления который через себя лучше пропускает воздух для того чтобы все это безопасно жил для мотора обязательно их нужно регулярно менять мы уже которые с вами об этом говорим прошу запомнить если у тебя нулевик кавычках то ты его обязан обслуживать гораздо чаще и тщательнее чем штатный воздушный фильтр в системе у нас сразу три различающиеся вещи во первых это корпус то что используется в тюнинге более агрессивная открытая он меньше оптимизирован с точки зрения каких-то подсосов с разных сторон и возможно немного по пробке подсосывает горячий воздух у стандартного же короба эти отверстия гораздо меньше что забавно у нас в стандартном коробе уже установлен фильтр судя по свету это у нас bmc такой же точно как в впускной системе и вентрии хотя я не уверен что это bmc может быть это их собственная разработка но по цвету 9 из 10 что это итальянцы впускной патрубок у нас выглядит вот таким вот образом и здесь разница заметно скорее всего именно вот в этой вот резинки и кроется большая часть прирост производительности потому что она однозначно больше посещений не создает затыка мне лично по ощущениям это кажется более весомым вкладом чем вот это вот отверстие ну и самый лет у нас тоже отличается вплоть до самой турбины этот плане практически одинаковый на штатные кстати штуки виден завихритель я вам отдельно про него как-нибудь расскажу а вот входное отверстие сильно отличается и в профиль здесь у нас конус здесь у нас практически прямая труба соответственно до окошко на котором у нас заканчивается вообще впуска начинается трубокомпрессор вроде как у нас везде канал посвободнее во всю логику по которой мы живем и во все математические законы это укладывается ну и собственно практика тоже показывает что этот фильтр на стандартном автомобиле мощности уже чуть-чуть добавляет и при доработке выше уровня stage 1 конкретно на rs6 без системы впуска какой-либо не обязательно такой в принципе жизнь невозможна а здесь я вам сейчас сдам секрет эффект которого мы изучаем уже несколько лет трубокомпрессоры когда они расположены по схеме hot v внутри развала блока когда-то были одинаковыми и влекло это за собой достаточно мне одинаковую систему пуска несимметричные впускные патрубки и идеально эффективно и не очень красивую конструкцию на этом двигателе я 825 у нас уже про компрессоры зеркальные они вращаются в обратные стороны друг относительно друга это четко видно по лопаткам в инлет патрубках ребята у нас есть вот такие вот пресс виру пред завихрители я вам сейчас их четко покажу и могу абсолютно уверенно сказать хотя вы видите своими глазами что здесь есть лопатки которые предварительно закручивает воздух который попадает трубокомпрессоры это влечет за собой выше повышение эффективности трубокомпрессора в определенном диапазоне оборотов мы уже достаточно долго ведем научную работу насчет того как это вообще влияет на мощность автомобиля и могу чуть забегая вперед сказать что вот эта пластмасска ее отсутствие наличие или неправильная форма тащит за собой разницу в 5 7 10 лошадиных сил или 10 15 ньютонов крутящего момента в разных диапазонах вы можете познакомиться с пальмом который сделан для автомобиля в котором удаляется еще и опф вот здесь куча всяких дополнительных отверстий которые кто-то назвал бы дырками но мы с вами что помним что отверстие это когда заранее а дырка это когда вдруг соответственно здесь у нас включается лямбда зонт здесь отверстие под егт и под первый датчик противодавления здесь 2 датчик противодавления солененькая этот автомобиль явно в москве уже не первый год это или москва или санкт-петербург возможно и у нас впиталось то что с дороги испаряется и летит вот в такую вот шума вибро теплоизоляционную подкладку на капоте каен макан у нас явно комплектации gts потому что здесь 2 и 9 мотор такой же как в audi rs4 b9 достаточно бодрый агрегат но здесь у нас к слову как я уже показал на пайпах еще и опф добавлен поэтому настройка его будет достаточно нетривиальны целом напоминаю вам свою любимую фишку в маканах мне очень нравится что у них капот вот так вот обнимает фар очень мне это нравится все первая машина первая машина на зимних колесах в этом году в наших роликах вот все добро пожаловать в грязный ад погнали дальше цвет вообще бомба очень нарядно очень нарядно автомобиль приехал с жалобой по передуву но вроде как все стоковое неизвестно хозяин почему так думает будем сейчас искать проблем либо некорректно что-то работает в штатных системах либо в нее лазили какие-то уже шаловливые ручонки вот цвет этот мне у них тоже нравится мне какая-то несмотря на осень цветовая радость и в комбинации с белым салоном это прям вообще изящно если на русском передув это когда машина хочет иметь один буст а получает по каким-то механическим причинам другой взаимосвязь простая компьютер знает на какие проценты ему надо шевельнуть калитки которые мимо турбины направляют выхлопные газы и иногда диапазона регулировки вот этих вот железах не хватает чтобы заданный параметр у нас соответствовал фактически точнее фактически соответствовал заданному машина в этот момент включает режим ограничения мощности потому что она предполагает что при движении так она может сама себя сломать умные инженеры делали на плановом техобслуживании у нас единственный в этом мире дизель который в стоке хоть как-то звучит у porsche сразу несколько агрегатов разных поколениях были в каенах в по намерах слова даже 41 42 и ребята это дизель который вообще безудержно просто разгоняется очень круто звучит если у вас когда-нибудь возникнет идея рассматривать ли дизельный каен к покупке однозначно рассматривайте именно в 8 версии потому что метелит он просто люто и очень мало жрет я не пропагандирую нарушение пдд но у нас есть товарищ который за 6 часов 15 минут съездил из москвы в петербург и обратно именно на дизельном каене потому что только эта машина на дикой скорости может так мало жрать вот в одну сторону за три часа мы вам уже рассказывали а тут туда-обратно за шесть часов только 15 или 18 минут потому что мотор могуч пипец быстро едет и при этом мало жрет потому что много крутящего момента и он может тащить машину на высокой передаче повторять не советую дизельный каен купить советую для нормального здорового человека это старая цешка которая никакого интереса вообще не представляет может весь четвертый кузов уже стал позапрошлом а для человека такого как мы эта машина вызывает либо возбуждение либо оторопь потому что для тех кто на них ездит это классный звук прикольная динамика и в целом очень яркий водительский опыт потому что здесь при шильдике 6 и 3 на багажнике настоящий 6 2 атмосферный мотор меня от них мелко трясет потому что машины уже не молодые у них изначально прям так себе коробка передач и все крутые эмоции которые производят мотор в этой коробке вязнут пациентов на 20-30 а в этом экземпляре внимательный глаз сейчас увидит и по переднему шкиву сверху установлен еще и компрессор короче очень лютая яркая штука и хозяин на них кстати ездит круглый год мы там сейчас меняем ролики чтобы ничего не шумело не скрипело и владелец целом просит туда максимально глубоко руки запустить чтобы как можно лучше все это сделать и я вас приветствую в очередном сезоне моторной расчлененки летом ребятам не совсем до этого и они меня отсюда пытаются гнать моторными тряпками а вот зимой есть возможность докопаться и рассказать вам интересные штуки и вместе посмотреть как пополняется наш кунсткамера в руки к нам попал набор тюнинга для мотора m177 от мерседеса который мы сейчас дефектуем это не нашей сборки машины я более того даже не буду останавливаться на том что это вообще за автомобиль мы с вами изучим что с ним произошло и первым шагом потому что мы еще не подготовили до конца дефектовка мне вам нечего рассказать я вам предлагаю угадай q каким образом вот так вот повредила поршень что это такое почему произошло накидайте предположений предыстория m177 и декларированная мощность в 15 сотен лошадиных сил ну и очередное обращение к владельцам бмв м5 м8 x5 x6 мы продолжаем свою моторную программу с этими двигателями и на одной чаше весов у нас супер гоночные двигатели когда мы едем впереди планеты всей уже второй год и пока даже близко никто не подобрался собственно в прошлом году мы прыгнули так высоко что в этом году только вот так вот на цыпочках туда дотягиваемся а на второй стороне это постоянная работа над тем чтобы предложить вам повседневное решение во первых мы затарились новыми оригинальными блоками никто нигде их не может купить по каталожному номеру а у нас вот есть достаточно крепкий запас для тех кого вдруг шатуном или поршнем блок повредила или по каким-то причинам он уже износился новые рестайлинговые блоки для того чтобы собирать вам надежные моторы дополнительно мы сейчас оснащены шатунами которые можно ставить в эти моторы без последующей балансировки потому что они по весу подогнаны к заводским а это значит что срок обращения мотора до его он извлечения из машины и возвращения обратно очень сильно сокращается и вся процедура становится дешевле так что не забывайте что ваше бмв может ехать сильно быстрее и безопаснее рецепт тюнинга для здорового человека обычно учитывает все параметры которые есть в этом автомобиле с завода на lamborghini urus с могучим двигателем я 825 это 4 литровый восьмицилиндровый двигатель такой же как на audi r6 это в первую очередь интеркулеры машина очень большая мощная и в силу компоновочных особенностей интеркулеров у него два не расположены по краям бампера и выглядит вот так у них достаточно скромная толщина в общем завода это как всегда идеально гармонично сочетается с базовой мощностью двигателя с тем количеством тепла которое ему надо рассеять после сжатия вернемся к основам турбина при работе воздух сжимает при сжатии воздух очевидно нагревается для того чтобы в мотор попадал холодный заряд и соответственно эффективно все внутри сгорало безопасности для мотора воздух нужно охладить штатный интеркулер при поднятии мощности с этим не справляется и температуры за 70 градусов для них абсолютная норма мы со своим пионерским местами наивным но очень упоротым подходом разработали для этой машины вот такой вот интеркулер который решает сразу все задачи во первых у нас машина в очень хорошем состоянии здесь интеркулер не побит он еще не гнилой но у большинства двигателей автомобиль еще на этой платформе тут уже не просто сколота краска вообще все заметно и они по наружке не работают мы использовали в этом продукте авиационной технологии и у нас тут ребята гофр снаружи вот на такую вот толщину сделан супер жестким чтобы защищать ядро от камушков вся остальная емкость исполнены супер 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 тонкой фольги за счет чего он у тебя крепкий вот смотрите я вот так вот руками могу сейчас ногти шоркать но он не мнется он защищенный при этом хорошо работает ядро очень плотное внутри и снаружи немного увеличивает сопротивление но это того стоит потому что воздуха мы сюда можем загнать больше собственно теперь как мы сюда больше воздуха загоняем турбокомпрессор тте 1020 исполнены в штатных корпусах собственно это доработанные заводские турбины у которых расфрезерована отверстие входное расфрезерована отверстие выходной заменен картридж и колеса больше есть у этого конечно побочный эффект от которого никуда не избавиться увеличивается задержка которую автомобиль имеет при остром резком нажатии на газ потому что турбина физически раздувается немного позднее поэтому для яркой динамичной езды эта машина чаще потребует перевода в спорт режим когда обороты двигатель держит выше зона это составляет примерно 700 800 оборотов и некоторые владельцы ощущают это как дискомфорт большинство же готовы с этим смириться потому что ты теряешь чуть-чуть внизу но зато мясо на высоких оборотах когда ты давишь пол приходит гораздо больше в общем это такой положительный позитивный размер распилена как мы с вами уже обсуждали не только холодная сторона но еще и горячие чтобы выхлопные газы могли наружу вылететь собственно с точки зрения мощности у нас то с вами снова стоит 3 light потому что машина останется на сотом бензине без какого-то впрыска метанола без переработки топливной системы потому что нам нужно ездить что побыстрее но долго и надежно в автомобиле останутся дон пайпы от red star которые мы уже с этого автомобиля демонтировали ранее установленными с ними никаких вопросов нет после нескольких я не знаю там лет или месяцев эксплуатации они также безукоризненно снаружи и ядро целое внутри кто говорит что спорткаты дохнут но наверное у вас вопрос либо с качеством катализатора либо с подкваркой либо с настройкой автомобиля в общем вот такой комплект тюнинга у нас останется и после завершения всех работ под капотом мы уедем в сварочный цех для того чтобы сварить этому автомобилю достойный правильный выпускной тракт как мы с вами уже смотрели в видочке правой гиры 6 на входе есть такой турбулизатор по-русски это называется завихритель он прикручивается вот так вот на трубокомпрессор для того чтобы от кстати от другого трубокомпрессор в другую сторону потому что эти лопатки имеют угол крутки либо по вращению трубокомпрессора либо против и профиль этих лопастей тоже бывает разный мы продолжаем уже который даже не месяц а год это изучать и не даже делали стендовые испытания с вкладками с разным углом крутки это реально очень круто работает в общем такая штука используется на улице аналогично один в один с audi r6 в общем тюнинг он всегда различается двумя ипостасями либо я тебя выкручу в сопли либо я тебе дам запас вот такой ст 3 это как раз конфигурация когда мы ставим турбину побольше но дуем столько же машина меньше нагревает воздух и при одинаковом объеме наддува у нас объем воздуха который поступает цилиндра он увеличивается интеркулеры тоже у нас позволяют именно железный запас обеспечить менее нагретый воздух для достижения той же самой мощности они еще лучше охлаждают в общем машина получает надежный тыл здесь у нас с вами ребята range rover который несколько серий даже несколько в прошлом десятки серий наверное приехал на диагностику получил наконец-то новый двигатель который пришлось достаточно долго ждать из германии из англии вот сейчас автомобиль уже близок к сборке и мы с вами можем воочию посмотреть на жалюзи многие люди не задумываются о том что они вообще существуют у кого-то на дизеле их нет кому-то на дизеле на них пофиг кто-то ездит на бензиновой машине где они тоже иногда встречаются у автомобиля есть задача жрать воздух сжигать вместе с этим воздухом бензин и быстро ехать соответственно для того чтобы ехать быстро нужно чтобы воздух у тебя обтекала ты ему не сам и не сопротивлялся твоему продвижению вот эти жалюзи решают сразу две задачи они закрываются когда машине холодно а дизель на высоких скоростях может замерзать даже когда у него большой объем и при этом закрытые жалюзи заставляют поток воздуха обтекать а не залетать внутрь и не тормозиться короче у машины лобовое сопротивление снижается до пяти или семи процентов в некоторых моделях это на самом деле достаточно много есть на скорости 200 это может сэкономить люди пол литра литр как бы это не казалось дико вот полезная штука если они клинят в закрытом или в открытом положении тоже компьютер может не понять где они сломались машина выдаст ошибку потому что если они закроются летом будет очень бобо и машина может сломаться из-за перегрева масла и антифриза сейчас мы оторвем расово неверную бирочку со старой заменой масла мы конечно люди приличные не будем говорить что с маслом связано то что двигатель сломался но однозначно а скажем так хорошее качественное свежее и холодное масло это залог долголетия для этих двигателей мы с высочайшей вероятностью предполагаем что двигатель этого автомобиля подвергся повышенному износу именно из-за перегрева масла если хозяин решит мы его кстати распотрошим мне очень интересно глянуть почему он приварился здесь сейчас снова будет отсылках предыдущей серии мы выбирали из нескольких гелендвагенов для одного человека кубик со сто пятьдесят седьмым мотором предыдущей генерации потому что ему нравятся именно такие автомобили и собственно выбрали машину с минимальным количеством дефектов устранением которых сейчас и занимаемся для тех кто не в курсе это настоящий внедорожник которого можно кнопочками заблокировать все три дифференциалы когда у машины все четыре колеса будут вращаться с четко заданной скоростью когда точнее с одинаковой скоростью и вообще не будет между ними разницы вместе с понижающей передачей в раздаточной коробке соответственно первой или второй передачей в основной коробке у нас крутящий момент двигателя будет умножаться просто на безумное количество узлов и она в этот момент может во первых очень тяжелый груз с собой тащить а во вторых ехать по очень тяжелому бездорожью потому что передний мост этого автомобиля сделан как у настоящего я бы не побоялся этого слова военного грузовика которым собственно гелендваген когда-то и задумывал крутая машина очень крутой выбрали по состоянию агрегат и даже когда машину выбрал крутую и состоять и и обслуживание может заставить вздрогнуть человека неподготовленного но эти ребята с крепкими шариками потому что такую машину конечно случайный человек себе не покупает надо понимать во что ты вписываешься и тогда она тебе будет платить вообще сторицей и к тем людям которые по каким-то причинам стали хозяевами или остаются хозяевами классических геликов у меня есть короткое итоговое резюме пока машина была новой у нее не было проблемы плюс она возможно была гарантийной пока она была у первого владельца она тоже была новой а если вы кайфуете сейчас от этого ранного крутого внедорожника просто не забывайте регулярно как на спорткаре ездить в профильный сервис потому что вот это вот гора не аппетитно пахнущий запчастей это абсолютная норма потому что машина может вылезть самые тяжелые бездорожье это не говорит о том что она плохая или ненадежная это значит что она просто особенно если ты получаешь от машины много но не все это используешь то платить все равно нужно за все если ты живешь один в трехкомнатной хате все равно ты коммуналку платишь за каждый метр диагностики у нас сегодня 992 turbo с это 911 последнего поколения который приехал на тоже предпокупочную диагностику мы должны определить фактическое техсостояние автомобиля для тех кто с нами не был прошлой осенью у этого автомобиля в отличие от карьеры есть вот такие вот крутые воздухозаборники в крыльях карьера берет воздух только сверху рядом с интеркулером турбак жрет воздуха намного больше ему нужны дополнительные отверстия соответственно вот сюда с колес передних поднимается огромное количество пыли и грязи и на этих машинах обычно левый фильтр служит ну типа 456 тысяч километров правы бывает наглухо забит уже на 3 ребята это не фигура речи 3000 правый фильтр может быть заштукатурен наглухо и мы сейчас с вами посмотрим как у нас выглядит защитная сеточка грубой очистки залетай вот отсюда вот у нас пухленьком колесе проходит воздуховод и здесь он залетает в корпус воздушного фильтра о любимая история сеточку забыли вклеить у нас уже наверное десятка три было автомобилей на которых итальянцы забыли вклеить сюда сеточку здесь вообще должен быть фильтр грубой очистки но как вы видите его нету теперь пойдем посмотрим справа это означает что все крупные камни и песок который мог бы остаться до корпуса фильтра летят в основной бумажный фильтр машина имеет пробег 37000 километров то есть она скорее всего уже где-то проходила всего просто ей никогда по технологии не проверяли эти сетки что вообще по моему очень глупо второй раз тут тоже этой сеточки нету и мы сейчас во время диагностики снимем этот короб и посмотрим там сколько там внутри за это время накопилось грязь фильтра снимать не буду чтобы ничего не сломать сейчас это сделают механики и вы посмотрите как они выглядят обязательно сравним левый и правый фильтр бывает такое что с первого раза каменный цветочек не выходит на этот макан были установлены приемные трубы без катализаторов прямая труба вместо сажевого фильтра и катализатора после этого на запуск автомобиля сближался весь техцентр включая охрану и специалист по пожарной безопасности то что дребезг был самым громким за последний квартал налицо попытки инженеров porsche дать машине хоть какой-то звук с наличием так скажем затычек прямо после турбины в отличие от предыдущего поколения у машины есть x pipe в отличие от более ранних машину машины вообще нет резонаторов и совершенно иным образом выглядит задние банки дребезжала она просто как ведро с болтами наслаждайтесь сейчас результат такой наш конечно не устраивает и мы начали изучать этот вопрос пошагово конечно методом тыка потому что мы его тоже используем на делаем это с каким-то логичным подходом в общем мы вместо вот этой вот системы в которой на этом участке стоял вот такой вот заводской x pipe мы взяли систему от более раннего поколения с вот такой вот перегородочки которая у нас называется h pipe и соответственно звук поменялся просто кардинально стал намного глубже басовики потому что при попытке разделить x pipe на параллельные трубы у нас получился double s 58 супер дребезг а когда мы установили вот такую систему с перемычкой звук сразу стал классно но при этом глушители все равно дребезжали в общем мы сейчас на этой машине исполнил x pipe чтобы звук исторгаемый двигателем сам по себе звучал круто и после этого доработали кое-что чтобы у нас не было в охлопной системе дребезга вообще так что вот здесь у нас концептуально представлены три основные схемы как могут идти параллельные выхлопные тракты выпускные тракты это прямые трубы это x pipe и это h pipe когда перегородка вот такая научные есть модели которые мы сейчас раскатываем ради другого проекта чтобы понять как это влияет на звук как это влияет на мощность пока же довольствуемся знаниями которые получили опытным путем и к слову этот метод тыка у нас очень уже такой насмотрен короче знаем мы много всяких тонкостей и этот макан я думаю порадует сейчас и вас и владельца иногда мне кажется что недоработанных бмв м5 почти не осталось но мы очень усердно работаем чтобы устранить эту досадную оплошность в этот роскошный серо-матовый экземпляр у нас залетела подвеска каве с регулировкой down pipe и дейкин выхлопа крапович и я сейчас хочу на примере вот этих вот железок рассказать чем у нас вообще отличаются машины евро 6 плюс от евро 5 по факту железки присоединительные на них все одинаковые но очень сильно из-за наличия опф фильтров отличаются down pipe и для того чтобы в самую последнюю машину самой жесткой экологии установить все от евро 5 и получить машину плюс-минус того конфига как они были в российском рынке нужно всего-навсего открутить от блока вот такие вот кронштейны заменить их другими и можно ставить и стандартные детали и тюнинг от более старого поколения которое лучше ярче звучало нашей конструкции все это будет дополнено качественной калибровкой и блока управления двигателем и коробкой чтобы ездить кайфовать громко звучать и при этом уметь выключить громкий звук когда он не нужен стас мы когда боевые 5 обсуждаем у меня день с рука начинается какой сегодня ход 21 22 23 или 24 как на конвейере уаза почти счете это два коротких слова комплексная химчистка на деле же огромное количество операций отделяет машину засаленную и потерявшую былую свежесть и автомобиль после того как мы завершили работу mercedes с класса можно сравнить с однокомнатной квартиры не только по стоимости но и по площади внутренних поверхностей их здесь к слову огромное количество они совершенно разных материалов выполнены и каждый требует специфического ухода сначала чистится пол это огромный грязесборник из ворса который обрабатывается только пылесосом больше пяти раз потому что прежде чем начать работать с остальными поверхностями надо избавиться от главного накопителя пыли который при уборке станет ее генератором сначала пылесос потом торнадор который выбивает из ворса весь песок снова пылесос и после этого идем сверху вниз также примерно как при домашнем ремонте косметическом сначала короче потолок потом красишь стенки чтобы не залить пол химчистка потолка будь он из замши винила или алькантары с точки зрения техники одно из самых простых дел когда этот потолок не светлый когда тебе очень важно не допустить разводов проблем только одна что приходится работать мне очень не такой естественной для человека изогнутой позе чем вот до этой линии примерно все салоны автомобилей мы называем плюс-минус однокомпонентами потому что это однородный простой материал дальше начинается веселье в мерседесах конечно засилье кожи за которой нужен особый уход потому что ее нужно сначала бережно почистить сделать так чтобы ниточки если строчка контрастная выглядели хорошо правильно высушить но при этом не пересушить и сверху закрыть кремом как не удивительно но натуральная кожа которая отделывается некоторые автомобили требует такого же ухожая как на человеке пока это кожа живая их надо мазать крем чтобы она не лопалась потому что внутренних каких-то веществ эта кожа нигде взять не может если поел и у тебя все нормально витамина и е у тебя есть то кожу автомобильную приходится мазать снаружи как бы она не была законсервирована на заводе отдельно усложняет жизнь специалистам по детей лингу то что материалы бывают разные где-то это виниловые обивки где-то кожаные деревянные пластиковые вставки каждую из которых надо очистить что в щелях не осталось пыли при этом ничего не сжечь после сидений наступает у нас время напольного ворса который по-прежнему на себе оставил кучу грязи сначала у нас щелочное средство которое позволяет ворсу полностью очиститься а потом кислотный состав который нейтрализует щелочь и за всем этим следует уборка уже чистой водой и соответственно пылесос для того чтобы удалить и химию и воду и все оставшиеся возможные загрязнения после чего ковролин становится настолько приятным что на нем уже не опасно абсолютно находиться даже босиком потому что там нет ни химии не грязи если я правильно понял то наша химчистка была первой за 190 тысяч километров жизни этого автомобиля и я уверен что это будут одни из лучших потраченных на машину рублей для ее владельца потому что ощущение свежести просто неописуемо это надо переживать самому и если вы ездили на новой машине не на не новой то вы это точно поймете ощущение когда у тебя все деградировало и становилось грязным и сальным а потом снова стало чистеньким просто божественным а и Субтитры сделал DimaTorzok